Досрочное голосование на президентских выборах главы Узбекистана в Беларуси началось 18 октября. Гродно стал четвертым городом, где открыли избирательный участок. Он находится на базе Аграрного университета. Там граждане Узбекистана, постоянно или временно проживающие в нашем регионе, смогли воспользоваться своим гражданским правом и проголосовать за будущего президента. Основная категория голосующих в Гродно – это студенты гродненских университетов, а также те граждане Узбекистана, которые проживают на постоянной или временной основе на территории Гродненской области. Сейчас в списке голосующих у нас более 70 человек. И еще есть граждане, которые вне списка, но они могут подать и с паспортом гражданина Республики Узбекистан. Мы их зафиксируем и соответствующая информация будет направлена в Центральную избирательную комиссию Республики Узбекистан. Компания по досрочному голосованию стартовала на этой неделе. За это время избирательные участки были открыты в четырех городах Беларуси – в Могилеве, Витебске, Полоцке и сегодня в Гродно. Всего в нашей стране будет собрано более 300 голосов. У нас сегодня выборы происходят в университете. Мы сюда пришли, чтобы голосовать, чтобы, одним словом сказать, голосовать за наше будущее. Так как говорится, что мы выбираем нашего будущего. То есть человека, который будет вести Узбекистан к будущему. Мои родители, в принципе, сейчас очень довольны тем, что происходит в нашей стране. Она очень сильно поднялась, и у нас с каждым днем развивается, и добавляется что-то новое. Да, конечно, я советовалась с родителями. Но я считаю, что это выбор каждого, и это личный выбор человека, поэтому каждый сделал его сам. Всего в Узбекистане около 11 тысяч избирательных участков. Не только в стране, но и за ее пределами. Напомним, выборы президента Узбекистана пройдут в следующее воскресенье, 24 октября. Субтитры создавал DimaTorzok